Доброе вам время и сутки, уважаемые любители футбола! Мир любительской футбольной лиги вас встречает в новом выпуске. И сегодня у меня в гостях будет человек из еще одного клуба, который также существует уже порядка 20 лет в Большой театр. Действительно, ребята, собрались очень давно, очень давно. Также играют у нас на Западе. И ко мне, как-то таки, через небольшую паузу, ко мне присоединится Алексей Бунч. Ну и также, кстати, пока мы ждем, гостя маленькая новость. Действительно, она необычна для ЛФЛ, но мы не можем на нее не обратить внимания, так как она связана с тем, что у одного из лучших бомбардиров Западных на Премьер-лиге и, кстати, также его и одноклубника, это Ранис Сидников и Павел Моркова. Мы взглянули, мы вот здесь в КДК, каждую неделю, которая проводится, увидели, что по жизни дисквалифицированы эти футболисты. И по причине особого решения президента Либийской футбольной лиги Дмитрия Свернова за действия, несовместимые со статусом спортсмену и организацию сговора с целью фальсификации результатов футбольных матчей. Есть никакая тема не очень обычная, ее, конечно, мы сильно развивать не будем, но в плане того, что эту новость мы просто еще раз повторюсь обойти не могли. Ну что ж, гость уже вот-вот стачитесь к нам в двери и давайте его приглашаем. Ну что ж, вот и ко мне присоединяется наш сегодняшний гость Алексей Бунчик-Лёш. Приветствую тебя. Привет, Вилья. Футбольный клуб Большой Театр, действительно клуб, который также очень давно у нас выступает на Западе. Алексей там начинал, да, я тут понимаю, Лёш. Вот и как раз об этом поподробнее. Вот расскажи, пожалуйста, как вообще начинался именно твой футбольный путь. Ну, футбольный путь в ЛФЛ мой начался уже очень-очень давно. Это примерно 2007 год. Я начинал на северо-западе, 8 на 8. Это была команда Ультра Сергея Карасева, которую все прекрасно знают. Соответственно, играл там, потом отыграл я там где-то примерно 5 лет и потом пришел на Запад. Соответственно, параллельно появилась наша родная команда БТ. Ну, я думаю, уже ни для кого не секрет, что Большой Театр – это название нашего поселка Дачного, где половина ребят как раз с этого поселка Дачного. Также и в 5 на 5 мы начали играть тоже примерно где-то в 2000, наверное, если не соврать, наверное, в 2010-2011 году, когда ЛФЛ 5 на 5 только началось. Играли где-то на Ельницкой, на Рублевке. Это еще была создана лига, если не соврать, по-моему, Дмитрий Будник создавал эту лигу. И потом мы перешли уже под эгиду ЛФЛ 5 на 5 на Запад. Начали играть. Тоже были игры на Рублевке, были игры на Говорова. И, соответственно, сейчас уже здесь играем. То есть БТ уже у нас, по-моему, если не соврать, 20 лет команде. Если я ничего не путаю. Еще они 20-летние. Да, если я ничего не путаю, да. Было много интересного с командой. Были интересные турниры, где мы только не играли. И самое, что мне приятно, то, что наш костяк, он держится до сих пор благодаря нашему идейному вдохновителю, капитану Алексею Петрову, которому хочется передать отдельный привет. Алексей. Алексей, спасибо тебе большое за твой энтузиазм, которым, благодаря ему, мы все имеем возможность уже и с семьями приезжать с детьми, приезжать на игры нашего любимого Большого театра. Ну, конечно, не всегда удачно у нас получаются игры. Как говорится, БТ уже это притча в изысках. Мы можем обыграть кого угодно и проиграть кому угодно. Это уже все прекрасно в лиге знают. Поэтому путь УБТ достаточно долгий и надеюсь, что нам еще хватит сил, здоровья еще попылить, как говорится, на просторах ЛФЛ. Да, ну вот, Леша, вот скажи, сам Большой театр вы начинали именно с формата 5 на 5 или с больше? Мы начинали еще, еще Большой театр начинал играть. Если помнишь, если помнишь, был такой турнир ТДК дворовых команд. Вот так как, собственно, наш предыдущий ГОСТ. Все, я помню, начинали с этого турнира. Мы играли. Самое наше большое достижение, если меня не изменяет память, мы доходили, по-моему, до 1-4 финала. Были там какие-то разные форматы. Что-то 6 на 6, где-то на каких-то коробках в совершенно убитых полях, совершенно дикими какими-то командами мы играли. И вот с этого времени мы, соответственно, дружим, живем этой командой. Но у меня были тоже связаны некоторые истории. Как ты помнишь, мы с тобой вместе выступали за флагман. Был у меня период, когда я уходил из БТ. Удачный период. Был удачный период, когда я ушел из БТ, пришел во флагман. Мы, как ты помнишь, выиграли 2 чемпионата, 1 серебряный кубок. Мы выиграли все на Западе. И, соответственно, потом уже, когда мы все выиграли, я переговорил с Алексеем Петровым, еще с ребятами из БТ. И принял решение, что пора вернуться в родную команду и закончить карьеру уже в БТ. Хватит гулять по разным командам 5 на 5. И БТ – это родной дом. Леш, помнишь ли ты самые первые сезоны Большого театра 5 на 5 в ЛФЛ? И помнишь ли ты, как вы выходили в турнир-лик? Первые наши турниры были как раз, если брать 5 на 5, самое наше большое достижение – это было третье место. Когда мы играли на турнир, был на Еллинской, 5 на 5 мы занимали третье место. Хотя могли занять второе место, но я, к сожалению, привез тогда со штрафного гол в свои ворота. Это отложилось, все это прекрасно помнят. Но что поделать? Это футбол, эта игра, все бывает. Потом, соответственно, мы заявились, как сейчас я помню, когда это перешло под эгиду ЛФЛ уже на запад, мы начали играть с высшей лиги. С первой. А, с первой лиги мы начали играть. Да, мы поднялись уже в высшую лигу. И, соответственно, были команды дезинтегратор. Я, как сейчас помню, вот такие команды были. Потом была команда, где играл Денис Царев, я не помню сейчас ее название. Партизан, ППР. Партизан, да, очень были такие, ППР-команда была. И, кстати, Леша Пономарев, который выступал за команду ППР, сейчас играет за Большой театр. Был такой достаточно долгий путь. Потом мы опускались еще в первую, разделяли две команды. Было у нас такое. Но чем мы старше стали, я думаю, что мы поняли, что надо играть нашим костяком, который у нас существует долгое-долгое время. Поэтому путь очень у нас долгий. И я очень рад, что у нас есть такая возможность по выходным играть с близкими друзьями. Да, ну и получается, что действительно ИБТ это название поселка, да? И вы все это время все вместе рядом живете? Да, мы все вместе рядом. Если честно, то Алексей Петров, это вот прям наши дома стоят друг напротив друга. То есть, если открыть мою калитку, я через два метра оказываюсь в его доме. То есть, поэтому так же там у нас живет Илья Мышарук, Денис Басов, Антон Голубев. Но он сейчас, к сожалению, не играет, потому что у него там свои причины, плюс травмы у него. Вот поэтому все мы близко дружим, общаемся. Плюс к нам присоединились по ходу сезонов, которые были. Сергей Пахомов. Сережа, привет. Вот. Павел Ботов присоединился к нам. Поэтому Женя Бобровский тоже ребята, которые из Переделкина у нас. Это Илья Лушин, Бобровский наш великий. Поэтому такой дружный достаточно у нас костяк. Да, но и при этом, кстати, если посмотреть, у Жени Бобровского, наверное, вместе с Лешей Петровым, самое большое количество матчей проведенных за БТ. Если взять, да, за БТ, то это самое большое количество матчей, это, естественно, Алексей Петров, это Басов Денис. Это сейчас уже на данный момент Пахомов Сергей, Илья Машарук, но он сейчас редко приезжает. В принципе, в принципе, ну и да, и у Бобровского, и у меня так сейчас, если все посчитать. Если не считать тот период, когда я уходил во флагман, то это вот как раз мы такие старожилы. Вот, да, не можем мы не сказать, должен был сегодня еще вот так же к Алексею присоединиться у нас еще один гость, еще один бунчик, но только Борис, да, пап. Ну, Леша, это действительно человек, который, наверное, за сезон какой-то, если взять, мог быть чаще на играх, чем сам Леша. Вот, действительно, самый настоящий болельщик, да, футбольного клуба БТ, ну и, конечно, лично тебя. И также он, кстати, был и вратарем. Да, он был период, когда он был вратарем, он иногда, конечно, ну, вообще, если так взять, если рассказать его краткую историю, он вообще мастер спорта по водному полу. Вот, но когда он за нас стоял, он, конечно, выполнял трюки иногда, которые люди иногда поражались. И как он вводил мяч в игру рукой, то есть некоторые молодые ребята думали, ну, Господи, ну, как так возможно вообще? Вот, но что касается его приездов на игры, действительно, ему большое спасибо, он всегда приезжает, поддерживает на каждую игру. И, к сожалению, у нас, кстати, всегда было два болельщика главных. Это мой отец Борис, да, и отец Алексея Петрова, Павел Петров-старший. Но, к сожалению, он сейчас очень редко ездит, нам иногда его не хватает, его эмоции, его драйва. Очень заводит, кстати. Да, он очень заводит, мы между собой его иногда называем наш Мауриньо, который там очень так прям артистично заводит команду, вносит какие-то мысли игровые. Вот, ну, так же, как и мой отец, то есть им большое спасибо за вот эту поддержку, которую они нам оказывают. И, то есть, они иногда сдерживают наши эмоции, когда они возникают какие-то споры командные, там, в перерывах, где-то в тайм-аутах каких-то. Они действительно помогают, вносят какие-то свои мысли интересные. То есть, мы иногда прислушиваемся к ним с большим удовольствием. Это просто еще показательство того, что насколько семейная команда. Да, команда очень семейная, и это очень всегда приятно, особенно наши сборы на даче. У Алексея дома, где мы там шашлыки. Ну, да, как ты уже сказал, недалеко идти. Недалеко идти, да. И, конечно, мы, что касается гуляний, БТ гулять умеет. Это знают все. Ботов и Денис Басов, привет. Вы знаете, о чем я сейчас говорю. Эти истории ходят негласно, конечно, но действительно, ребята, очень хорошо отмечается кончание сезона. Вот, кстати, еще был такой период, Леш, и основным авторем, как мы уже сказали, и БТ, был твой папа. Но и также в этот момент у вас еще был дубль большого диатора. Вот это было только сезонное такое явление решили попробовать. Было сезонное явление ввиду того, что у нас было приличное количество ребят в команде. И просто было решение, чтобы ребята, которые меньше играют в высшей лиге, сделать дубль. И чтобы все могли получать примерно одинаковое количество игрового времени. То есть, и в дубле ребята играли, также из основной команды. И как и из дубля, ребята иногда приезжали тоже за основную команду играть. В этом ничего такого зазорного я не видел. Поэтому, ну, были определенные с этим проблемы связанные, но ничего, все это разрешилось само собой. Да, ну вот, Леш, в БТ кто-то тебя привел или вы просто где-то там... В БТ создалось, и честно, я этот момент, к сожалению, не помню. Но, как говорится, благодаря Алексею Петрову создалась вот эта команда, вот этот костяк. Примерно, я говорю, 20 лет назад. Все это началось с турниров ТДК, мы играли в каких-то залах. То есть, там были игры, когда я играл, мы играли... Тоже была команда, в которой играл Володя Егоров, всем известный. То есть, мы играли друг против друга. Вот, были вот эти вот игры. И вот как-то пошло, пошло, поехало. Благодаря вот этому турниру ТДК все это развилось. Вот как мы начали играть в ЛФЛ. Был еще какой-то турнир центрального округа. У нас там еще... Мы из-за того, что не могли как-то особенно назвать команду. Команда называлась Мещанка БТ. То есть, мы играли в этом турнире. То есть, мы в огромном количестве турниров принимали участие. Но мы были тогда молодые. Было, позволяло здоровье. И мы играли в огромном количестве турниров. И, соответственно, сейчас у нас есть только ЛФЛ. И благодаря этому мы вот все вместе играем. Конечно, наверное, главный вопрос, который интересует не только меня, но и много кто-то спрашивает. И просто, как бы, и команды вокруг. Что случилось с БТ в этом сезоне? Тоже это очень интересный вопрос, что случилось с БТ в этом сезоне. Но если взять... Да, если я сейчас введу. Просто если посмотреть на таблицу, да, и посмотреть все предыдущие сезоны Большого театра, команда никогда там, ну, скажем так, к середине таблицы никогда не падала. А сейчас, ну, это вот сейчас ребята потихоньку набирают и выкарабкиваются из зоны вылета. А так они действительно были, ну, напрямую практически стояли. Ну, если взять первопричины вот этой ситуации, то это мое личное мнение. У нас по итогам прошлого сезона взял паузу Саша Тропин, известный всем, да, такой один из наших бомбардиров. Плюс тоже по личным обстоятельствам Дима Юршов прекратил выступление за БТ. И плюс в первом круге было дикое количество травм, ботов был травмирован. Значит, еще ребят, там часть ребят была травмирована. Я не мог там из-за командировок постоянно приезжать. И то есть вот из-за этого, то есть был какой-то дикий сумбур со сбором, все вот так вот получалось кувырком, и поэтому, то есть, ну, я уже говорил, что БТ может обыграть кого угодно, любым составом, может проиграть кому угодно вообще. То есть это наш закон, да, вот. Но, к сожалению, вот первый круг сложился не очень удачно для нас, да. Мы так никогда низко не были. Но сейчас вот с конца прошлого года, 19-го, где-то с декабря, все выздоровели, начали приезжать. И вот сейчас мы потихонечку-потихонечку начали набирать. То есть если даже брать последнюю игру, мы восходу горели 3-0. И смогли отыграться, то есть проявить характер, да, и выиграть, там, по-моему, 7-4 был счет. Ну, к этому мы перейдем. Обзор чуть-чуть попозже. Вот, Алеш, ну и из-за этого вопроса у меня вытекает следующий, да. Вот ты начал в Большом театре, да, потом как раз перешел во флагман, да. И ты вот человек, который во флагмане выиграл все, что можно. В западной привилегии как раз-таки можешь сравнить из два коллектива, вот чего не хватает БТ для того, чтобы хотя бы он подняться втрое. Ну, если там сравнивать коллективы, то это, конечно, не дается сравнение. Если брать, допустим, тот же флагман, да, флагман представлен очень сильными ребятами, очень сильными футболистами, да, но был всегда бешеный сбор. Там приезжало, если помнишь, на флагман всегда по 15 человек, да, там кто-то обижался, кто-то не играл, еще что-то, да, было вот какой-то такой... И всегда флагман обновлялся, то есть добавлялись новые люди, как-то еще какая-то была ротация. А БТ это семейная такая семейная команда, где очень с большим трепетом ребята относятся к появлению каких-то новых игроков, да. То есть вот сейчас точечно, да, очень аккуратно, очень аккуратно, да, потому что, еще раз говорю, команда семейная, такая родная. И вот сейчас, я говорю, добавился только Леша Пономарев из ППР, то есть я считаю, что там он немножко усилил команду, да, то есть дал свои какие-то агрессивности там в обороне, вот. Но не хватает, конечно, БТ иногда нам, реально нам иногда, вот я иногда смотрю на игры, нам не хватает вот эмоций, то есть нету в некоторых играх нету драйва, нету какого-то запала. Потому что если взять даже последнюю игру с восходом, мы вроде горим 3-0, все, вроде руки должны опуститься, и вот что-то такой был всплеск, когда там и Бобровский пенальти отбил, что вообще для меня фантастика, вот. Был всплеск, и мы загорелись вот этими эмоциями, и благодаря вот этим эмоциям мы смогли вот переломить вот этот ход игры, и говорю, вот все-таки, что нам иногда, хотя команда у нас очень хорошая, если взять, ну, Готов, Пахома, Смотреть на ваш состав, да, Леша Петров, да, точно не состав на вылет команды, да, но я говорю, иногда нам не хватает эмоций, где-то мы не добегаем в каких-то эпизодах, да, то есть там идет контратакт, и мы просто не бежим обратно, то есть, а есть игры, когда мы делаем все просто великолепно, то есть вот, ну, это вот команда, у нас команда настроения, у нас команда настроения. То есть, нужно проследить, от чего это зависит, да? То есть, это невозможно проследить, то есть, мы можем приехать, как я говорю, мы можем приехать, обыграть первое место совершенно спокойно, а можем приехать и поиграть последнему месту, то есть, это вот в духе БТ я нашел. Да, то есть, это команда уж точно с характером, да, но всегда разным. Конечно, никогда не угадаешь, то есть, я еду на игру, я не понимаю, что нас ждет, то есть, мы можем собраться и дать бой любой команде совершенно, на можем просто взять и что-то произойдет что-то щелкнет и у нас нет эмоции все мы по мы проигрываем то есть вот непонятно совершенно классический вопрос гостям вот играем и 8 на 8 и 5 на 5 вот лично для тебя какой формат ближе если брать сейчас вот в том возрасте которым я нахожусь для меня лично ближе формат 55 на 5 потому что более такой как сказать комбинационный футбол то есть играть все время постоянной передачи а если брать 8 на 8 то это обычно верховые забросы еще вот дальние передачи если когда я был помоложе то я тогда выбрал бы 8 на 8 потому что у тебя больше свободных зон ты можешь пробежаться там еще как то вот то есть верховые передачи плюс мячи разные то есть не 5 на 5 у нас мяч четверка в 8 на 8 обычный мяч да то есть тоже свои какие-то и вносит свои преимущества в это то есть с годами уже с годами уже с годами я уже перетек 5 на 5 то есть тел фейл 8 на 8 месяц сейчас как-то пытаешь или до 8 на 8 я играю за успенская ребятам из успенского большой привет частности дару за рипову там руководителю команды вот но сейчас проходит тренировки но не всегда успеваю за работы вот то есть успенского есть как и основная команда которая играет вышки на западе да и есть дубль вот ну чаще играю за дубль потому что ну уже поспокойнее то есть нет такого стремления там играть в основной команде потому что смотришь на западную премьер-лигу до 8 на 8 то есть ты выйдешь те могут оторвать ноги и как бы на этом все закончится как бы зачем это нужно поэтому лучше спокойненько 5 на 5 до по агрессивнее не надо долго бегать то есть поэтому в этом плане попроще да может сказать лишь бт давно пример лиги западный вот если у вас какой-то принципиальный соперник например ой ну вот если сейчас бы если добирать лично для меня для меня сейчас всегда это принципиальный соперник флагман то есть у меня на флагман всегда особенные эмоции да и тут не надо настраивается дополнительно если брать так вот принципиально исторические соперники но сейчас уже тяжело потому что большинство тех команд уже закончила так вот если брать еще какие-то представители united elements вот команда принципиальная до плюс команда левобережная у нас с ребятами очень хорошие отношения даст левобережным ну из принципе если так брать то это наверное команда катран и команда искаем как раз те ребята с которых тех еще давних времен выступают в фл то есть это вот лично мое мнение то есть у ребят у моих с командой могут быть другие какие-то соперники там принципиальные но лично для меня самый принципиальный соперник 5 на 5 это флагман когда еще играл за нас дима ершов да для нас это была самая такой принципиальная игра в сезоне вообще тебе отвечу взаимности для нас мы играли да как-то уже вспомнил на ельницкой играли да и на рублевке играли здесь на говор и выиграли на потом переехали сюда сейчас вот зимой переехали в зал как тебе за пусть и если честно то настолько комфортно я себя чувствую в зале то есть когда на улице мороз ты играешь в зале в шортиках спокойненько ты вышел помылся душик очень комфортные условия организаторам большое спасибо ну конечно иногда в летом все-таки хочется играть на улице потому что уже я думаю что в зале будет жарковато и плюс еще из за того что поле сейчас пока новая очень мягкая то есть иногда очень так некомфортно себя ощущаешь да непривычно то есть поле еще не прибилось поэтому ну а так я считаю что вот эти события которые происходят они действительно развивают вот лигу 5 на 5 этой обзоры матчей это и видеосъемки это и та же вот передача в которой я сейчас участвую до пассив большое за приглашение поэтому что касается зала то действительно я вот на данный момент я выберу зал зале очень комфортно да ну и сразу что вот именно вроде бы как зима наконец пришла да и если сейчас вот если мы ждали марта да такой большой действительно кусок приметь практически без футбола это сейчас мы там много не пройдет провели и снова продолжаем нас чемпионат да но все равно мы переедем то обратно на летом я думаю да мы будем играть здесь очень уже потеплее думаю в любом случае что же лёша я думаю можно перевеститься наконец-таки очень очень хочется я и как и я тоже еще раз посмотреть это сумасшедшие встречи была между командами как раз таки тура прошедшего между bt и восходом через маленькую паузу мы как раз таки к обзору ее и вернемся так начнете мы с алексей бунчиком сейчас на ваших экранах и будет результаты тура прошедшего как раз таки с алексей еще с ними ознакомимся да ну вот наверное одна из центральных встреч которая была это и нет или нас левобережный да и вот там по ходу этой встречи левобережный вел практически весь тайм дать счетом 10 но во втором и не знаю что сказалось наверно все таки класс как вот этот элемент за 51 победа над ними ну а почему мы кстати также выделяем встречи ну не только потому что на сегодня гость да из команды bt потому что это также интрига у нас в таблице уже там в нижней части как не прискорбно это говорите и кстати очень непривычно действительно видеть большой театр на 15 строчки да вот еще раз скажем 7 4 закончилась эта встреча по победу большого театра над восходом да и вот если бы вы не выигрывали да сейчас у вас бы осталось 17 очков до фасход бы наоборот поднялся уже поближе да вы бы очень тяжело да в итоге вот действительно очень нужно победа и вот предлагаю как раз и к этой встрече перейти лёш ну вот мысли твои вот я понимаю да их очень много вот и я даже не знаю как я когда я смотрел первый раз обзор того что происходило в этом матче ну описать двумя словами просто минута двумя словами это тяжело писать во первых к сожалению не смог приехать ни один из наших вратарей не ваня беляков не антон мехешкин да и мы вроде поначалу собирали что вроде ботов будет стоять пятым вратарем до играющим но как всегда приехал бобровский спутал все планы да и сказал я играть не могу я буду я буду на воротах в итоге женя встала в ворота мы чаще всего играли через пятую то есть через женю да но как всегда поначалу нас опять нас выключила да да и вот ну что происходит да вот например были моменты прямо самого начала да вот сергей пахомов мог забить кажется где он обычно вообще у нас это тоже одна из наших проблем это реализация наших моментов мы создаем огромное в любой игре мы знаем огромное количество моментов но к сожалению мы очень мало забиваем но в этой игре вот поначалу как обычно у нас почему-то куда-то делись эмоции да мы опять не добегали они где там за игроками то есть и плюс восход поначалу поначалу очень хорошо контролировал мяч то есть они держали атаковали активно вот но к сожалению еще раз повторюсь это вот опять эмоции то есть мы вроде как договаривались там не лететь особо сильно вперед но как всегда что-то перещелкнуло мы полетели вперед получили три 33 безответных да вот наш пятый до говорили же не рискуй же не рискует же не рискует бьет да и нам закатывает закатывают пустые до после этого счет вроде 3-0 я думаю ну все сейчас опять нам бы посыпемся но вот в первом тайме как раз добавили немножко там эмоции покричали друг на друга и сумели там все-таки немножко переломить до забили 1 2 вот как раз да вот сейчас на ухе канал который забивает восход да и вот вот какие мысли были при 3-0 лёш думали что ты лично ты думал что все то есть его уже победа сегодня честно я вот при 30 я думал что не до конца все все-таки мы сможем как-то переломить за счет того что женя стоял пятом до что мы можем активно разыгрывать 5 поэтому были надежды да и все-таки они слава богу оправдались то есть мы смогли отыграться да и там еще я думаю впереди будет пару интересных моментов которые не обсудить вот как раз первый гол мы забиваем да то есть хорошо разыграли и очень вовремя и очень вовремя как раз таки наконец-таки наконец-то 5 сработал пахом попал богу пахом кстати в этой игре сделал покер что вообще я безумно за него рад серега спасибо большое что мы смогли переломить эту игру вот сейчас как раз я думаю это по моему как раз 2 гол если мне память не изменяет да да это второй гол опять же мы через 5 благодаря жене да на дениса и пахом забивает опять пустые поэтому как считаешь со стороны здесь соперника немножко восход расслабил я думаю что до восход немножко расслабился и то есть мы в начале мы не особо активные разыгрывали 5 а когда уже соответственно когда начали гореть 3-0 то мы больше стали же не подключать да и больше появилось возможности для завершения то есть это вот уже были моменты перекладины и штанги да действительно и вот и и восход также могли забить но вот здесь вот они чудеса у нас на воротах был евгений бобровский народа был марк андрей терштегин то есть все бобровский у нас теперь это ну или бобровский но из хоккея да бобровский из хоккея и вот здесь кстати также вот на экране сейчас справа может быть вот опять да еще один подачив да вот и как раз там был на экране твой личный болельщик или болельщик bt как раз мы говорили папа вот здесь хороший перехват от ботовый вот счет равный да и 25 минут идет 33 и собственно игра начинается за насчет переломить слава богу сравняли то есть все появились даже при у меня уже сразу появились мысли что мы должны дожать выиграть да и тут сейчас будет я думаю перила один из переломных моментов в этой игре мы сейчас по моему если ничего не забыл мы сейчас объем 4 да мы сейчас должны будем забить 4 гол но игра действительно тяжело складывать восход полетел вперед то есть у них были тоже действительно огромное количество моментов да и александр все боков да тяжеловато его действительно удержать да и же ну конечно же не феерил в этой игре бобровский вот мы сбиваем и вот здесь кстати вот очень хороший такой гол да вот сергей пахомов четко подкараулю на дальние штанги и как его папа ботов да то здесь все прям я считаю все супер было разыграно до сереже попал ботов отдал поэтому все прекрасно вот как раз переломный момент мы забиваем 4 и сейчас будет эпизод который для меня конечно был дико спорный я разговаривал с буром то есть ну для меня был спорный пенальти когда это сейчас хотя вот сейчас я вот из глядя на повторе да я могу сказать что 50 на 50 то есть это вот на усмотрение судьи хотя мне казалось но тут как всегда феерит бобровский то есть это был просто переломный момент и вот здесь вот в этом эпизоде мы улетаем в контратаку после незабитого пенальти да и серега пахомов это получит получил меня в этом матче было меня дикая проблема была с передачи у меня куда-то улетали не шло вообще не шло но слава богу серега забил спасибо большое да при том что вот действительно здесь пираль переломили настолько до что только что до отбивает пенальти жени бобровский да и тут же контратака вы забиваете да это было вообще супер переломный момент даже не еще раз спасибо сереге спасибо что попалась моей кривой передачи поэтому ну то есть вот конечно обсуждать уже ничего даже в этих момент также говорю бобровский тащит всю игру то есть я был просто в восторге здесь стоит задуматься у нас и наконец-то наконец-то у нас появились моменты в этой игре когда мы попали в пустые когда люди начали разыгрывать пятого восход начал пятого разыграть мы попали они ошиблись и мы попали в пустые ворота петров попал повторно это кстати если помнишь лёх мы еще из флагмана до говорили что у твоего папа джойстик да у него джойстик когда он стоит за воротами направляет джойстиком и мяч тогда всегда залетает вот поэтому и что касается жени в этой игре то есть у нас уже пошла байка в команде что как он мяч еще в игру вел как как собственно папа в лучшие времена это это один момент а второй лишь вот ну сразу не вспомнишь когда последний раз головой головой от своих ворота в пустые забивали футболист у нас в западной первой лиге ну вот вот фэт легенда на вопрос вот это легенды легенды да и у нас я говорю вот хотел сказать что у нас уже такая появилась после игры байка что бобровский теперь все он как бы столбить за собой место да поэтому нас конкуренция с вратарями теперь я думаю будет бешеные здесь как здесь кончики пропустили но эта классика bt это классика bt пропустить до последнего мы пропустили но уже там подарок немного подраслабились конечно чуть-чуть что все 73 был уже конечно быхала осознание того что действительно смогли взять эти очень тяжелые три очка да а нам действительно это очки были нужны потому что следующие игры очень тяжелые будет играя вот на этих выходных будет катраном тяжелая игра будет предстоит субботу также после катрана будет игра по моему если не ошибаюсь с крыльями, то есть тяжелой игре предстоит. Очень важно было сейчас брать очки, потому что мы вроде как с восходом, по-моему, сейчас примерно на ненадалеком расстоянии друг от друга находимся, и нам вот важно сейчас эти очки набирать, чтобы не оказаться по итогам сезона в стыковых матчах, потому что стыковые матчи, когда плей-офф, ДБТ – это дикая проблема. Лучше туда не попадать. Да, потому что, как я говорил, мы можем проиграть кому угодно и обыграть кого угодно. Да, а вот как это сложится, не предугадаешь, поэтому да, лучше, конечно, себя обезопасить. Вот когда прозвучал свисток, Леш, вот какие были эмоции? Ну, когда прозвучал свисток, выдохнул. Конечно, у нас очень… Я люблю такие игры, когда мы показали характер, показали эмоции, и с 3-0 ушли. То есть практически был счет 7-3, но на последних мы там пропустили один гол, счет 7-4, Серега Пахомов покер. То есть это вообще-то… У тебя голевая. Да, у меня одна голевая, но мои передачи вообще, я говорю, были где-то в космосе на другой планете в этой игре, поэтому очень приятно, что мы эту игру выиграли. Да, но твои передачи были в космосе рядом с Евгением Бобровским. Да, Евгений Бобровский, да, в этой игре был космос, да, был лучший Женя Игре, и я считаю, что в этой игре был лучший… Ну, вообще вся команда была на уровне, то есть мы действительно показали характер, все ребята молодцы. Ну, отдельно, конечно, это Бобровский и Пахомов, ну и, конечно, Ботов, без Ботова бывает тяжеловато. Ну, да, Паша, он как и, собственно, 8 на 8, так и здесь, он такой связующее звено, да, вот от обороны к атаке вот идеальный человек, который может доставить мяч. Что ж, вернемся к таблице, она как раз-таки у вас на экран сейчас будет, да, но здесь лидер безоговорочный, United Elements, вот я спрашивал ребят из центра, из крыльев, вот как ты думаешь, ну, вряд ли, да, уже United Elements в дальше, по таблице, и я надеюсь, что флагман займет второе место, все-таки тоже для меня не чужая команда, да, и вот и интересно будет борьба за третье место, потому что несколько команд претендуют на третье, это центр, Левобережный, Катран, но, если честно, по моим предпочтениям я бы отдал третье место Левобережному, то есть это мои вот такие внутренние предпочтения. Как тебе, кстати, вот команда центр, Леша, вот новичок завтанной перелегии, но смотри, как хорошо вырвались. Ну, команда центр, по-моему, если я не ошибаюсь, она была сформирована из команды Русь, по-моему, была в прошлом сезоне, и некоторые ребята из нее пришли. Хорошая, достаточно агрессивная команда, я как такой, ну, как человек-защитник, да, я люблю вот такие агрессивные команды, с которыми можно побороться, пободаться, там какие-то эмоции там всегда возникают с этими командами, то есть хорошая, достойная команда, но еще раз говорю, я свое предпочтение, наверное, отдам Левобережному, потому что ребята, товарищи, да, ребята, товарищи, да, которые, там и Боря, то есть Лени Майер, да, они играют такой комбинационный интересный футбол, поэтому мне всегда приятно на них смотреть, и я думаю, что все-таки они третье место займут. Так, знаешь, Леша, вот еще некоторые сравнения можно здесь сделать относительно вас и Левобережного, вот ты сам помнишь, Левобережный в прошлом году были в шаге от того, что вылетели, да, вылетели, да, вылетели, да, вы также, ну, в этом сезоне, ну, пока еще непонятно, но они были прямо вот действительно в одном гале от того, чтобы оказаться прям, причем напрямую, в первом дивизионе, ну, нет, Левобережный спас, и вот не повторяет ли судьбу Боря, но если эта судьба повторится, я не буду против, если мы все-таки, я надеюсь, что действительно мы останемся в высшем дивизионе, да, и если у нас будет судьба Левобережного, если мы в следующем сезоне будем бороться за бронзу, как сейчас, да, это делает Левобережный, они вначале, по-моему, шли на первом месте, то есть они боролись с United Elements, ну, с United Elements бороться тяжело, там очень сильные ребята, вот, но если такая судьба нас ждет в следующем сезоне, то я буду вполне не против. Очень хорошо, да, так немножко перезагрузиться, да, немножко перегрузиться, да, и к 35 годам с родным БТ взять бронзу в западные премьер-лиги, да, 5 на 5, это будет очень приятно. Вот, кстати, Алеш, относительно БТ, вот обычно, какие ставили какие-то себе задачи перед сезоном? Вообще, я говорю, то есть мы всегда по окончании сезона собираемся на дачу, да, ставим определенные какие-то цели на следующий сезон, но как такового то, что мы собираемся, говорим, ребята, мы будем бороться там за первое, за второе место, но мы объективно, мы объективно понимаем наши возможности, да, ввиду того, что мы там не усиляемся новыми ребятами, там, сильными игроками, да, то, что есть наш костяк, мы объективно понимаем, что мы не в состоянии там бороться с Elements, да, за первое место, то есть всегда, то есть вообще, вот ситуация с БТ, она прекрасна тем, что мы знаем, что мы каждые выходные собираемся, играем, и если у нас получится там зацепиться там за третье за четвертое место я считаю что это очень достойный результат будет в нашей ситуации да поэтому в этом сезоне все-таки я думаю что нам удастся сохранить прописку поэтому будем надеяться что все у нас ложится удачно и очень этого хочется чтобы следующем сезоне мы с более холодной головой подошли к турнирной таблице и все-таки на старости лет мы смогли побороться за бронзу это будет для нас очень приятно но про старость лет не начинаю здесь есть клубы и медилы модель медилы команда медилы вообще загадка то есть идут середине да для меня медилы это загадка то есть ребята возрастные но я к сожалению пропустил игру с медил у меня не было на этой игре и мне тяжело еще судить что там за ребята но и естественно я знаю что есть иваныч всем известны и поэтому ему тоже огромный привет да поэтому желаем удачи чтобы у них все сложилось да но то что в следующем сезоне большой театр подойдет газа с холодной головой это конечно все будет зависеть от лет от летнего проведения нашего корпоратива на даче у петров никогда не знаешь как и закончится корпоратив и собственно любая игра большого театра ну давай тогда лишь заглянем именно ваш персональный календарь ближайших игр да все таки большой хотя в любом случае никому не хочется чтобы такая команда отправлялась в визион 1 вот ваш последний результат и да это как раз таки минимальная победа над виктории да и причем на отца с команды викторий было у нас дикий не сбор то есть не было меня не было бота и по-моему если не ошибаюсь не было алексей петров и меньше ничего не путаю ребята показали характер выиграли в один просто красавцы да действительно и здесь как бы игра начиналась 03 до опять быта переворачивает и дальше у нас в календаре как который да вот так а там ближе приближается к третьему месту да но вот как кстати у вас обычно игр в котором в котором игры у нас вообще всегда складывается очень интересно катран очень интересная команда да дима турчина привет тебя большой человек складывает огромное сия просто знаю катран я один сезон выступал за катрана 8 на 8 до северо-западе высшей лиги у них вот и дима конечно вкладывает большие силы вот вообще в поддержание этой команды но у них тоже иногда они могут собраться до приехать дать бой любой команде могут тоже собраться и также как бт взять проиграть любой команде совершенно но у нас всегда очень эмоционально складываются с ними игры то есть по-моему если я не ошибаюсь первом круге мы с ними сыграли то ли 4 еще здесь и посмотреть результаты там была какая-то веселая игра у нас мы играли как раз еще не в зале а на улице здесь на четвертом поле 86 86 да была веселая игра мы повели по ходу игры опять там что-то у нас было там в пустые нам попадали мы начали по моему пятого разыгрывать сейчас уже тяжело вспомнить но с катрана всегда игры складываются очень тяжелое но очень весело очень весело это развитие событий в плане количество голов вполне может быть если у нас все сложится да если серега пахомов расчехлить свою пушку страшно если он расстрелял мнение я думаю что у сереги все будет хорошо я им желаю удачи чтобы еще больше забивал но чтобы это произошло лишь нужно чтобы ты наладил да я и наладил передачи да и бобровский отбивал пенальти поэтому все будет нормально ближайшие календаре у большого театра до плане того что там есть еще и крылья рядышком и вот кстати еще и видел мне интересно команда от ран крыльев от медил я думаю сказать будешь приятно очень удивленный именно им что шляж у нас с тобой остается посмотреть как раз игры тура будущего календарь у нас уже к этому моменту времени утверждена и как всегда предлагаю лишь выделить центральный центральной встречи у этого тура как ну естественно для меня это центральный мастер это котором большой театр потому что ну это дико дико веселая игра кстати еще хотел отметить команда атлетик с которой первый круг шла на последнем месте и предпоследним и в этом вот мы последний грустными играли они очень сильно прибавили то есть добавились новые ребята очень такая достойная команда стала поэтому им тоже желаю удачи а если взять центральный матч что я думаю что это для нас лично для бт будет центральный матч левобережный тройка диалог потому стройка диалог мы должны догнать вот хочется пожелать в этой игре кому удачи левобережному да но если брать вот по играм то а и кстати русич им хочется пожелать удачи с атлетик сандар чтобы руки обратить внимание да но если так брать центральные игры то все таки ну тяжело здесь выбрать центральный центральную игру да хотя нет такого где близко и близкий команду не играет вот может быть восход виктория но они сказать что это центрально это именно относительно центр таблицы да да то есть если вот так вот брать то ну конечно будет интересно посмотреть вот medill united elements то есть ребята возрастные против молодых ребят будет интересно посмотреть вот эту игру а так конечно для меня центральный матч это будет наш большой театр родной из катраном будет очень веселая игра я здесь с тобой я соглашусь потому что действительно троллины самый главный пить это выразил веселье в этой игре будет уж точно хватать поэтому ну и игра должна получиться динамично спасибо спасибо я пришел спасибо большое большому театру да она конечно же мы желаем успех этой команде сохранить в любом случае прописку в западной премьер-лиге да ну вот как мы уже с лешей поразмышляли да пойти будет быть по пути лево-бережного да и уже на следующий сезон действительно ворваться в первую пятерку первую пятерку это будет очень хороший результат для бы ты и я надеюсь на все получится да спасибо большое что были с нами мир любительской футбольной лиги алексей бычин большой театр а все хорошие